И в продолжение темы. В России ужесточаются меры по борьбе с терроризмом. Согласно новому закону, принятому Госдумой 25 октября, возмещение вреда, в том числе морального, будет осуществляться за счет родственников тех, кто совершил теракт. Также теперь введена и уголовная ответственность за организацию террористического сообщества и обучение в лагерях террористов. Новое введение в федеральном законодательстве мы попросили прокомментировать депутата Нижней Палаты Парламента страны Олега Савченко. Террорист, который пошел на преступление, должен понимать, что его преступление не окажется безнаказанным и по отношению к его родственникам. Поэтому, если они думают, что они будут в раю, как они считают, в своих вере, то они должны понимать, что все родственники их будут проклинать после смерти, потому что все будет конфисковано в пользу государства и в пользу тех пострадавших, против которых было совершено преступление. Эта мера достаточно жесткая, но в то же время мы говорим о том, что если будет заявлено о готовящемся преступлении, то эта мера ответственности снимает. Но еще раз хочу подчеркнуть вывод. На мой взгляд, все равно еще у нас меры очень мягкие по отношению к террористам. И я просто, как депутат Госдумы, буду дальше стараться и инициировать еще более жесткие методы и меры борьбы с этими преступлениями, с самими преступниками, с профилактикой этих преступлений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!